Приветствую, на связи Ирин Кольт и школа дизайна Савизард. В этом видео будем создавать вот такую вот космическую иллюстрацию. Но самое интересное, что мы здесь делаем, это с моделем планеты в 3D-редакторе внутри фотошопа. Давайте приступать. У меня есть вот такие заготовки. Это картинка фон, звездное небо и три текстуры. Первое, что я сделаю, это выбираю прямоугольную область, зажимаю Shift, создаю квадрат, изображение кадрировать. Снимаю выделение Ctrl-D, открываю палитру слоев, снимаю замочек со слоя, нажимаю Ctrl-T для трансформации, правой клавишей мыши и отразить по горизонтали. Нажимаю Enter для завершения трансформации. Теперь нам надо вырезать картинку по контуру, ну а точнее траву и человека на камне. То есть мы убираем горы и небо, чтобы поместить там космическую реальность. Итак, контур есть, правой клавишей мыши нажимаю внутри выделенной области и нахожу пунктик выделить область. Радиус растушевки выставлю 1 пиксель и нажимаю ОК. У нас появилось пунктирное выделение. Далее нажимаю на иконку маски, ну и тем самым мы вырезаем человека, убираем все лишнее. Осталась еще вот эта вот область, давайте возьмем перышко и также ее выделим. Выделить область, растушевка 1 пиксель. Выбираю инструмент заливка, рабочий цвет черный, заливаю вот эту вот внутреннюю область. Фон готов, теперь я перемещу звездное небо на нашу заготовку и расположу туманность примерно вот так, чтобы она смотрела на человека. Для этого немножечко разверну изображение, нажимаю Ctrl-T и поворачиваю картинку. Думаю, что вот так будет достаточно. Нажимаю Enter. Ну и теперь давайте будем моделировать планеты. У меня есть три текстуры, я их сейчас совмещу, чтобы они все попадали в файл. И по очереди будем делать планетки. Захожу в 3D, новая сетка из слоя, набор сетки, сфера. Не создаем рабочую среду, то есть не включаем 3D рабочую среду, нет. И вот она наша планеточка. Но посмотрите, здесь имеется тень. Тень нам ни в коем случае не нужна, ее будет видно. Поэтому захожу в панельку 3D. Если она у вас не открыта, то можно ее найти в пункте меню окно. Вот она. Дважды кликаю на иконку бесконечного света. И здесь нужно снять галочку тень. Также можно развернуть сам источник света. Я разверну свет примерно вот так. По направлению расположения нашей туманности. Открываю слои. Правой клавишей мыши. Растрировать 3D. Точно так же поступаю с двумя следующими текстурами. 3D, сетка из слоя, набор сетки, сфера. Нет. Ок. Двойной клик по бесконечному свету. Снимаем тень. Настраиваем освещение. Здесь можно планетку сделать чуть-чуть поярче. И растрируем слой. Ну и с третьей планетой поступаем точно так же. 3D, сетка, набор сетки, сфера. Перетащу слой выше. Двойной клик по иконке бесконечного света. Отключаем тень. Разворачиваем источник. И растрируем слой. Выделю все 3 слоя с планетами. И перетащу их на нашу заготовку. Распределю их следующим образом. Первая планета. Вторая планета. И третья планета. Черную планету достаточно сильно уменьшу. Вторую планету оставлю так, как она есть. А третью планету сильно увеличу. Примерно вот до такого размера. И также передвину планеты, чтобы они оказались на одном уровне со взглядом человека. Последнюю планетку можно еще немного уменьшить. Теперь давайте сделаем тонирование. Планеты сгруппирую. Ctrl-G. Тонирование будем делать отдельно для слоя с травой и отдельно для слоя с небом. Становлюсь на слой с небом. Выбираю яркость, контрастность. Ну и достаточно сильно затемняю небо, чтобы оно прямо получилось ночное. Дальше встаю на слой с травой. Также яркость, контрастность. И нажму вот на эту иконочку, чтобы создать обтравочную маску по отношению к нашему слою. Вот она. Встану на маску и верну некоторые участки. Например, вот этот, вот этот и также человека. Также верну часть туманности. Увеличу кисть и сделаю вот так. Легкий мазок, достаточно большой кистью. Теперь давайте поработаем с краем вот этого вот слоя. Посмотрите, здесь достаточно ровный край. Он таким не должен быть. Нам нужна кисть. Переключаюсь на маску слоя. Выбираю кисть. Такую, какую-то лохматую. Такая подойдет. Зайду в настройки кисти. Изменю колебания. Колебания угла. Колебания формы достаточно сильно. Минимальную форму уменьшу. Рассеивание здесь нам не нужно. Текстура тоже не нужна. Передача. Я думаю, что достаточно большая непрозрачность нужна. Ну, в принципе, все. Уменьшаю размер кисти. Стою на маске слоя с травой. И прохожусь по краю. Кисточка позволит нам сделать такие травинки. Таким образом получается край достаточно неровный. Как нам и нужно. Дальше создам новый слой. И добавлю немножечко темного оттенка. До этого выбираю инструмент градиент. Черный цвет. И проведу градиент. Вот под таким углом. Чтобы затонировать вот этот угол. И теперь вот этот вот. Можно переключиться в жесткий либо мягкий свет. Я думаю, что жесткий свет здесь больше подойдет. И давайте сделаем вот здесь более правильный переход. Опять же, создаю новый пустой слой. Выбираю синий цвет. Синий можно взять прямо с неба. Ну и достаточно такой яркий. Выбираю круглую кисть. Жесткость 0. Размер достаточно большой. И провожу прямо вот так вот по траве. Дальше переключаюсь на нужный способ наложения. Думаю, что здесь нам подойдет замена светлым. Но на маске я уберу часть этого пятна. Часть этого блика. Вот так. Теперь давайте создадим освещение для планет. Кликаю сначала на самую дальнюю планету. Двойной клик. Внешнее свечение. Свечение сделаем ярко-оранжевым. Чтобы оно такое было мрачноватое. И также сделаем внутреннее свечение, которое будет также ярко-оранжевым. Допустим, можно его вот поярче сделать. Способ наложения – мягкий свет. Пусть та планетка будет такой красноватой. Для вот этих вот планет сделаем немножко другой тип свечения. Создаю новый слой. Выбираю кисть. И кликаю куда-то вот сюда. Нажатие верну в 100%. Нам нужен достаточно яркий блик. Меняю способ наложения. Подбираю то, что мне надо. Подойдет осветление основы. Оно дает очень интересный эффект здесь. Можно увеличить этого светляка. И немножечко его запрозрачить. Чтобы был такой красноватый оттенок. Создаю еще один новый слой. Кликаю. И теперь способ наложения. Можно сделать экран. Сдублирую этого светляка. Уменьшу. Расположу на планетке. Способ наложения поменяю. Здесь хорошо смотрится в принципе линейный затемнитель. Но я думаю, что это будет слишком мрачный оттенок. Поэтому выбираю либо перекрытие, либо мягкий свет. Либо яркий свет. Пусть будет мягкий свет. Вот пошел блик. Дальше. Создаю новый пустой слой. Заливаю черным цветом. И сейчас мы с вами создадим блик. Как будто ведется съемка на камеру. Захожу в фильтры. Рендеринг. Блик. Посмотрите, какой тут блик имеется. Растягиваю его достаточно сильно. Могу усилить или ослабить яркость. И нажимаю ОК. Способ наложения подбираю также подходящий. Можно выбрать экран, осветление основы. Экран подойдет больше. Я немного уменьшу слой с бликом. Собственно, поэтому удобнее делать блики на отдельном слое. И расположу блик так, чтобы он подсвечивал планеты. У нас остались видны края. Поэтому добавляю к слою маску. И убираю градиентом из черного в прозрачное. Теперь давайте затонируем все изображение. Для этого создаю корректировку кривые. Кликаю на белую пипетку. И кликаю куда-то в светлую область. Здесь нужно попасть в нужную область. Попробуйте несколько разных вариантов. Но в принципе вот этот вариант хорош. Он дает очень яркую такую картинку. Я немножечко его запрозрачу. И немного уберу некоторые части. Только нажим выставлю примерно в 30%. Непрозрачность также примерно в 30%. 25% у меня получилось. И пройдусь черной кистью по слишком засвеченным областям. Получается вот такое интересное освещение. Дальше. Создадим карту градиента. Карта градиента пусть будет фиолетово-оранжевая. Непрозрачность примерно 49%. Вариант наложения. Давайте яркий свет сделаем. И еще больше уберем непрозрачность. Пусть будет 11% всего. Получится такое красноватое освещение. И картинка уже будет выглядеть более цельной. Теперь по контуру. Вот здесь нужно высветлить изображение. Для этого создаю еще один слой. Выбираю светло-оранжевый цвет. Прохожусь по контуру нашей травы. Вот так. И немножечко уменьшу непрозрачность. И также добавлю свечение на небо. Для этого создаю новый пустой слой. Также оставлю оранжевый свет. Пройдусь вот таким образом. И поменяю способ наложения на перекрытие. Чтобы здесь все у нас засияло. Теперь давайте все это сгруппируем. Ctrl-Alt-Shift-E. Фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. 150. 1. 30. Этого достаточно. Нажимаю ОК. Ну и вот что у нас получилось. Обязательно попробуйте. А с вами была Ирин Кольт. И школа дизайна Savizart. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok